Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на мой канал, и это обзор игры The Sims 4 Challenge 100 детей, ребятки, и это серия номер 5, вроде 5, да, ребят, если я не ошибаюсь, это серия номер 5, и так, ребятки, в сегодняшней серии, точнее, в прошлой серии, начнем мы с этого, в прошлой серии, ребятки, наша Аманда, Аманда Гилрой, наконец-таки, родила своего первенца, и мы назвали его Стефан Гилрой. Вот, в сегодняшней серии, точнее, в прошлой, опять же, серии, ребятки, я вам обещал, что я попытаюсь, точнее, либо перестрою нашу квартирку, но я этого так и не сделал, все никак руки у меня не доходили до перестройки данной квартирки, и, скорее всего, ребятки, я сниму для вас отдельный видеоролик, где я буду перестраивать и изменять, точнее, делать ремонт в этой квартире, вот, но это будет, наверное, завтра, либо в ближайшие деньки. Итак, ребятки, наша Аманда Гилрой родила своего первенца, и в сегодняшней серии мы постараемся ей найти нового ухажера, с помощью которого она у нас, наконец-таки, забеременеет вторым ребеночком. Я уже вижу вон там, за пределами нашего дома, давайте я уберу стеночки, точнее, уберу стеночки, вот так вот, вижу за пределами нашего дома такого белобрысого красавчика, давайте подойдем к нему и посмотрим, что же у нас он собой представляет. Только не подросток, взрослый персонаж нам как раз-таки сойдет. Давайте нажмем на него, возьмем представиться дружески, не будем с ним ни смешно, ни грубо, просто дружески, проявим себя дружелюбно, и посмотрим, как он на нас среагирует. Мы к нему сейчас выйдем с тарелкой еды и в ночном белье. Надеюсь, что у этого персонажа нет никого, нет ни пары, ни когошеньки. Нам также нужно будет поднять вот тот мусорный бак, который валяется за нашей героиней, за нашей Амандой. Давайте посмотрим, что же данный персонаж собой представляет. Поцеловать руку, подарить розу, давайте, наверное, узнаем, как прошел день. Все-таки не будем сразу кидаться с места в карьер. Смотрите, он же у нас не наш возлюбленный, правильно? Нет, он не наш возлюбленный, так... А, наш, наш возлюбленный это Акиро Кибо. То есть у нас, у нас ребенок от Акиро, я правильно понимаю? Сейчас, сейчас посмотрим. Да, ребятки, у нас ребенок от Акиро Кибо. Я, ребятки, вам напомню, что в правилах челленджа указано то, что отцы у детей не должны повторяться. То есть, как бы, ну, не должно быть одного и того же отца. Вот, поэтому, ребятки, мы находим каждый раз нового мужчину для нового ребенка. Вот, и на этот раз к нам попался тут Денис Давыдов. Неплохо, мне фамилия уже нравится. А, и так, ну, и имя, в принципе, неплохое. Давайте будем сейчас к нему подкатывать. Похвалим его внешний вид. Так, разной шикпиццы, пожалуйста, отойди. Ты нам немножко мешаешь. Спасибо большое. Так, другие варианты. Допустим, что? А что у нас с ним какие-то странные? Ну-ка, дружелюбные действия. Давайте восторгаться едой. Раз мы тут едим какой-то сэндвич, либо бутерброд, что это такое, бутерброд сыром, да, скорее всего. Вот, давайте повосторгаемся едой, возможно, он оценит. Он нас смущенный. Мы его смутили тем, что мы похвалили его внешний вид. Давайте мы, наверное, поцелуем руку ему, раз доступно это действие. Интересно, он согласится или нет? Или что, он в туалет хочет? Сколько у нас тут лишних персонажей? Вон там самый бежит наш... А, это Дон Лотарио, это не Акиру Кибу. Оу. Нет, да? Мы слишком поспешили. Деннис. Так, давайте другие варианты, дружелюбные действия. Искренний комплимент. Он у нас какой-то стеснительный персонаж. Довольно-таки очень... Это довольно-таки странно. Что он чересчур стеснительный персонаж. А что ты такой стеснительный? Тебе женщина подкатывает? Счастливый. Давайте мы ему попробуем поднять настроение еще раз. Если что-то у нас Дон Лотарио на заднем плане бегает. Что, ничего, да? Все плохо. Ну, окей, Дон Лотарио, иди ко мне. Поднять настроение? Дон Лотарио, пойдем мы будем подкатывать тогда и сейчас к тебе. Что ты у нас тут, как ты на нас отреагируешь? А на них не смущает то, что к ней подходит девушка в ночном белье? Как бы, ну, тип намек. Дон Лотарио. А, так. А, узнать получше. Давайте мы узнаем его получше. Дон сейчас внимательный. А, для него это приятный разговор. То есть, как бы, да? Разговор приходит удачно. А, так. Попробуйте завязать прочную дружбу. Давайте обсудим с ним интересы. Возможно, таки, у нас с ним есть схожие интересы. Возможно, таки, что-то у нас с ним схоже. Ты спортивный, да, парень? А мы, к сожалению, не спортивные ребята. Поэтому наши интересы с тобой немножко не совпадут. Давайте мы сделаем ему искренний комплимент. Вот, возможно, он оценит. Да? Оценишь наш комплимент? Ну, почти. Но он оценил. Ему понравилось. Так, давайте, допустим, дальше мы возьмем романтическое действие. Давайте мы ему подарим розу. Посмотрим, как он отреагирует на это действие. Давай. Дон Лотарио, прими свою. Он принимает розу. И у нас поднимаются романтические отношения с ним или нет? О, да, ребятки, у нас теперь что не так? О, давайте попробуем с ним позаигрывать. Давайте попробуем, будем с ним позаигрывать. И посмотрим то, как он на это отреагирует. Хорошо отреагировал. Отлично, ребятки. Дон у нас довольно-таки любвеобильный парниша. То есть у нас... А что произошло с игрой? Заигрывать? Дон Лотарио, ты где? Дон Лотарио, ты где? Дон от нас уходит. Ну-ка, хватит с этим странным человеком разговаривать. И вон там от нас Дон Лотарио уходит. Ну-ка, быстро. Быстро. Ну-ка, быстренько догоняй Дона Лотарио. Быстро догоняй его. Ну, Дон, не уходи, пожалуйста. Не уходи. Давайте другие варианты романтика. Мы попробуем встать к нему в сексапильную позу. Дон, не уходи, пожалуйста. Тот чувак тоже спортивный. Мне кажется, либо все спортсмены слишком романтичны в Симсе. Либо это касается только Дона Лотарио. Другие варианты. Давайте мы попросим провести время вместе. Давайте провести время вместе. Чтобы он от нас никуда не убегал. Другие варианты. Романтические действия. Давайте мы признаемся ему в симпатии. В принципе, он, наверное, и так это знает. И без нашего какого-то признания. Ладно, я еще немного могу побыть с вами. Отлично. Первый поцелуй. Давайте мы попробуем с ним уже чмокнуться в первый раз. Вдруг он оценит. Он все-таки любвеобильный парень. Давайте сделаем первый шаг. Ты поцелуешь нас? Да, ребятки. Он поцеловал нас. Точнее, он согласился на наш поцелуй. Правильно? Да. Наш Дон Лотарио довольно-таки любвеобильный парень. Ну-ка, а если мы попробуем поцеловать его? Чуть ли не сказал послать. Поцеловать его. Давайте поцелуем его. Другие варианты. Романтические действия. Задать рискованный вопрос. Интересно, что за вопрос она ему задает? Зачать ребенка. Нет, Дон Лотарио, я хочу тебя еще помучить. Возможно-таки мы еще какие-то с тобой заняться в уху, заключить в объятия, поцеловать, послать воздушный поцелуй, и обменяться номерами. Точнее, обменяться. Обменяться номерами телефонов. И мы уже можем зачить ребенка. Да? Что-то как-то быстро. Давайте мы продолжим остаться ему на ночь. С нами. Чтобы не торопить действия. Хоть, ребятки, я ночевка. Звучит отлично. Ну, Дон Лотарио, давай. Так, что у нас ребенок там пока наш... Что капризничает, да? Капризничает ребенок? Он воняет и капризничает. Но давайте, наверное... Ты куда пошла? Нет, не возвращайся, пожалуйста, домой. Давай, наверное, ты с Дон Лотарио... Нет, не стать. Нам нельзя с ним становиться парой. Другие варианты. Романтика. Давайте мы попробуем с ним зачать ребенка. Давай, нажимаем действие в зачате ребенка. Оу, Белла Год к нам идет. Белла Год прошла мимо нас. Посмотрев так и хитро на Дона Лотарио. Давай, зачать ребенка. Давай, зачать ребенка. Дон согласен. Ай, Дон, Ай, Дон, 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 Дон. О, Рон, Дон, Дон. Дон Лотарио, что не так? Почему что не так? Ну-ка. Зачать ребенка с Доном Лотарио. Что не так? Почему вы не можете пройти? Что это было за странный жест того, что она не может пройти? Почему ты не можешь пройти? Что тебе мешает? Замок. А у нас дверь за... Точняк. Мы же дверь заперли, ребята, с вами. Мы же заперли с вами дверь. Давайте мы откроем дверь для всех и нажмем зачать ребенка с Доном Лотарио. Предлагая ему еще раз, мне кажется, Дон сейчас подумает, что мы какие-то сумасшедшие. Третий раз предлагаем заняться в уху. И третий раз никуда не идем. На этот раз, ребятки, у нас все получится хорошо. Я отпер дверь. И теперь мы с Доном Лотарио отправляемся к нам в комнату и попробуем сейчас зачать ребенка. А потом попробуем поухаживать за этим ребенком. За нашим Стефаном. Так, давай, давай, давай. Мы уложили Дону Лотарио в постель. Ну-ка, кыш от нас. Отстань. Иди куда шел, пожалуйста. Теперь, пожалуйста, заперли дверь для всех. Воу! Наши ребятки уже отправляются в такое уху путешествие. На заднем плане плачет младенец. Надеюсь, это никак не повлияет на их романтическое действие. Такое сексуальное действие. В прямом смысле этого слова. Сексуальное действие. Да, ребят, поэтому как бы давайте попробуем. Что? Там вон их ручки-ножки выглядывают из-под одеяла. Хоть бы все получилось. Что за действие? Спать и спать. Нет, нам не нужно спать. Нам нужно будет потом пойти сделать тест на беременность. Узнать, беременны мы или нет. Так, просыпайся, пожалуйста. Дон Лотарио уже... Уже не спит. Что, Симс, не лагай, пожалуйста. Я не ставил тебя на перемотку. Так, теперь иди сделать тест на беременность. Потом, после теста на беременность, пожалуйста, иди, наверное, так, поменять пеленки ребенку. Потом же нужно кормить. Кормить, разумеется, грудью. Что? Да, ребятки, пора есть за двоих. Поздравляем, Аманда ждет ребенка. В семействе будет прибавление. Отлично, ребятки. Теперь что? Рассказать отсюда? Поболтать с Доном. Рассказать ему о том, что она беременна. Да, и Дон такой, what? What the hell? Что такое? Почему? Я счастлив. Да, Дон наш счастлив. Так, кормить грудью, а пеленки поменять? Кто будет пеленки менять нашему дитю? Дитю? Дитю. Менять пеленки. Наше дитё. С грязным памперсом. Лежит тут такой. Хочет, наверное, кушать. Ну, мы это уже исправляем. Данное недоразумение. А дальше, пожалуйста, поменяй ему пеленки, нашему Стефану. Поменяй пеленки, потом отправишься у нас спать. Давай, отлично, отлично, отлично. Вот. В принципе, мы можем пойти, наверное, ещё перекусить. Быстро перекусить, пусть это будет, допустим, у нас овсянка. Почему бы нет? Перекуся овсянкой, а потом отправляйся спать. Так, давайте нашу разноцветную овсяночку возьмём. Также, ребятки, я хочу поставить в данном доме детскую комнату. Потому что детская комната нам понадобится. Ну, у нас всё-таки челлендж завязан на детях. Давай покушай, пожалуйста, овсяночку и отправляйся спать. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Доедай, пожалуйста, доедай. Там этой овсянки-то не так уж и много. Нормально. Сойдёт. Как раз такой, знаете, поздний перекус, в два, почти в полтретьего, ну, не почти, а в полтретьего ночи. Нормально. А потом, Амандочка, отправляйся у нас спать. Давай, отправляйся у нас спать. Отлично. Ну, ребятки, на такой вот прелестной ноте, на зачатии второго ребёнка, я буду уже заканчивать данную серию. А если вдруг вам понравилась данная серия, то можете поставить свой царский лайк и также подписаться на канал, если вы на него ещё не подписаны. Но если уже подписаны, то нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать мои новые видео и новые прямые трансляции. А также, ребятки, ещё раз так же, ещё один пунктик, обязательный пунктик. Зовите своих друзей, коллег, однокурсников, одноклассников, кого угодно, те, кому нравятся Sims и те, кому нравятся игры. Нет, только Sims, потому что в скором времени на канале будут прохождения других, более или не менее интересных игр. Вот, ребятки, а я всех очень люблю, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, также репостите мои видео в различные социальные сети. Целую, обожаю и неимоверно сильно люблю. С вами был Серёжа, ваш верный подданный по Sims'у и вообще-то в мире игр. Всех люблю, всем пока-пока, мои хорошие, пока-пока.